В минувшее воскресенье на территории стадиона «Локомотив» в рамках военно-спортивных соревнований «Сверой к победе» состоялся турнир по игре в «Лазертак», приуроченный ко дню военной разведки. В турнире приняли участие 6 команд в юношеской лиге и 7 команд в детской лиге. Всего в турнире поучаствовало 65 ребят из разных детских организаций Дмитровского района. Подобные мероприятия впервые здесь проводятся? Да, именно такое масштабное на поле футболе с количеством человек, да, с крыльями проводится. И надеемся, будем проводиться дальше ежегодно, будем приводить все силы, стараться. При этом, что ребята не испугались, пришли из приютов, из детских домов, из школ. В такой погоде очень прекрасно, что дождик закончится и дает нам провести такое мероприятие. В дальнейшем будет, конечно, зависеть от погоды. Будем надеяться, что в теплое время проведем, обязательно, более масштабное. Что такое «Лазертак»? Это название чаще всего используется в отношении лазерного пейнтбола. Это военно-прикладная игра, которая проходит в реальном пространстве и времени. У каждого игрока имеется свое оружие и система датчиков, закрепленных на теле. Суть лазерного пейнтбола заключается в поражении датчика противника инфракрасным лучом, излучаемым бластером игрока. Попадание в датчик не сопровождается физическими ощущениями. В основном одно попадание не считается смертельным, хотя ход игры во многом зависит от настроек программного обеспечения. Оружию можно задать различные поражающие действия. Здесь присутствует и главным судьей будет Федор Тишков. Это руководитель войска «Стратилат» и как раз один из организаторов этого турнира «Сверя к победе». Много учетов? Да, у нас планируется сегодня более 70 участников. Очень много ребят изъявили желание принять участие в кубке. Это, конечно, тоже очень приятно. Для них мы подготовили, помимо АЗРТАК, будет выставка вооружения и амуниции бойцов ОС Федерации, а также приехали наши друзья из рот физической охраны, из полка ОМОНа, из города Долгопрудный, которые тоже привезли своему учебу. Руководители военно-патриотического клуба «Юный разведчик», организовавшие это соревнование, весь год активно привлекали своих воспитанников к различным турнирам и военно-спортивным мероприятиям, проходившим на территории Подмосковья и других регионов России. Так, в сентябре Дмитровские ребята посетили Бородино, где работал военно-патриотический лагерь «Ратники Отечества». По соседству со знаменитым Бородинским полем более 150 детей и подростков сражались за призовые места в прикладной игре. И юные армейцы из Дмитровского района показали на тех соревнованиях отличные результаты. Хотим провести еще ряд значимых мероприятий в этом году и на завершение этого года. Подведение итогов у нас будет, как ежегодное подведение итогов военно-патриотического клуба и объединение юных разведчиков, с призами и торжественными грамотами на территории Кшанского молодежного центра «Родники». 5 декабря мы совместно с военно-патриотическими клубами хотим на Перемиловской высоте провести тоже какое-то значимое мероприятие, посвященное битве под Москвой. Ну и продолжение, это, конечно, соответственно, у нас продолжаются уроки мужества, тренировки на наших базах. Также непосредственно работаем с военно-патриотическими клубами в Московской области. Различные турниры, которые проводятся в области и в Москве, мы их, соответственно, посещаем, стараемся занимать тоже призовые места. По итогам же воскресных соревнований, три команды с призовыми местами из юношеской лиги, это юный разведчик «Икша», юный разведчик «Синькова» и команда «Победа», и две команды из младшей лиги «Легенда» и «Выстрел из Подъячева» примут участие в финальных состязаниях военно-спортивных соревнований с верой к победе, которые скоро пройдут в Люберцах. Продолжение следует...